В Киеве сообщили о плане по перехвату Крыма из ослабевших рук России 23.11.26 февраля 2020 года, обновлено 23.56.26 февраля 2020 года, РИА Новости, Макс Ветров, Симферопольское водохранилище в Крыму. РИА Новости, Макс Ветров. Киев, 26 февраля новости. Вице-премьер Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что у него есть план по возвращению Крыма под контроль Киева. Об этом он сообщил в эфире радио «Новое время». Кулеба рассказал, что его план состоит из 12 шагов. Последним пунктом является то, что Крым выскользнет из ослабевших рук России, а Украина его перехватит. Каким образом выскользнет полуостров, он уточнять не стал. А то, как мы приходим к моменту ослабления России, насколько украинское государство будет готово перехватывать то, что выскользнет из рук, вот это в предыдущих 11 пунктах, заявил вице-премьер. Кроме того, Кулеба напомнил, что на прошлой Мюнхенской конференции по безопасности представили стратегию из 12 шагов для мира в Донбассе. Он рассчитывает, что на следующей конференции появится аналогичная стратегия по Крыму. Вчера, 22.49. Экс-глава Севастополя объяснил, почему Украина не воевала за Крым. Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с разнообразными инициативами и планами действий, которые, по их мнению, позволят вернуть Крым Киеву. Так, скандально известный журналист Айдер Муждабаев предлагал воссоздать Великое княжество Литовское и присоединить к нему Польшу, Украину и часть российской территории. Украинский военный Евгений Яранцев призвал продать крымские земли США. Председатель Генической райгазадминистрации Александр Воробьев рассказал о планах присоединения Крыма к Украине с помощью троллейбусного маршрута до Керчи. Сенатор Сергей Цыков, комментируя одну из подобных инициатив, рассказал, что Украина действительно может воссоединиться с полуостровом, но только если сама войдет в состав России. Крым стал российским регионом после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей республики и 95,6% жителей Севастополя высказались за воссоединение. Голосование состоялось после госпереворота на Украине. Москва не раз заявляла, что жители полуострова демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН сделали выбор в пользу России. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно. Вчера, 21-12 Крым был бы наш, на украинском ТВ поспорили из-за русского языка. Субтитры создавал DimaTorzok